Еще несколько десятилетий назад жить в военных городках было престижно. Чистота, порядок, своя инфраструктура, качественные продукты питания и медицинское обслуживание. Сегодня от былого увеличения осталось ничего. Список проблем очень велик. При передаче военных городков на восстановление, на реконструкцию территории военных городков, на приведение в порядок будут выделены и средства из бюджета Московской области. Об этом губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев говорил. Жители понимают, что все вопросы решить сразу не получится, нужны немалые средства. Но просят разобраться с самым наболевшим. Уже три недели люди живут без горячей воды и отопления. Они в открытую выражают свое возмущение подготовкой котельных к отопительному сезону. Срок готовности котельных установлен в том числе правительством Московской области, по Московской области до 15 сентября и жилищный фонд до конца сентября. Еще одна насущная проблема – освещение. Его здесь просто нет. Жители рассказывают, что в темноте получают травмы на дорогах, а учителя после занятий провожают школьников до автобусной остановки. Власти не оплачивают счета за электричество, поскольку энергетические объекты еще не перешли на баланс поселения. В Кубинке-1 готовится к подписанию новый договор на поставку электроэнергии. Сложнее дело обстоит в Кубинке-2. Уличное освещение всегда в городке было. Но в результате строительства нового городка, в результате дорожных работ, строительных работ, линия была приведена в неисправное состояние. И сейчас ремонтировать там практически нечего. Нужно строить линию новую. А это не менее полумиллиона рублей. Ветхий жилой фонд, разбитые дороги, бесхозные машины, неработающие очистные сооружения – эти проблемы также отмечены в дорожной карте. Нужны и удобные парковки, спортивный центр, поликлиника. Работы предстоит немало, ведь люди должны достойно жить. А вот как обеспечить эту нормальную жизнь при минимальном финансировании – это то, над чем местная власть будет думать в ближайшее время. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинсова».